Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Глава Карачева-Черкесии провел совещание с членами правительства по вопросу реализации в регионе приоритетных национальных проектов. В 2024 году Карачева-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 13 приоритетных нацпроектов. На совещании были заслушаны доклады председателя правительства Мурата Аргунова, а также всех министров, кураторов профильных нацпроектов. Участники совещания подробно посмотрели текущую ситуацию, разобрали конкретные меры для улучшения работы по реализации проектов, особенно в вопросе качества и сроков выполнения работ. Рашид Темрезов подчеркнул, что считает эту работу одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу. В настоящее время все профильные министерства тесно взаимодействуют с федеральным правительством по формированию новых национальных проектов, реализация которых начнется в 2025 году. Он также поручил правительству усилить контроль за качеством и сроками выполнения производственных работ в рамках текущих нацпроектов, чтобы обеспечить их стопроцентное выполнение. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов обсудил сегодня с членами правительства вопросы развития регионального здравоохранения. Участники совещания обсудили ход модернизации системы здравоохранения в выполнении мероприятий в рамках приоритетных нацпроектов, касающихся улучшения работы учреждений первичного звена здравоохранения, борьбы с основными группами заболеваний, направленными на увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Рашид Темрезов дал ряд конкретных поручений по дальнейшему улучшению качества работы медицинских учреждений, а также неукоснительному исполнению майских указов президента России. Заключила контракт с Министерством обороны Российской Федерации жительница Карачева-Черкесии фельдшер Айшат Джадоева. Она не только медицинский работник, но и спортсменка, чемпионка мира по вольной борьбе среди девушек. Айшат Джадоева отправится на территорию специальной военной операции через два месяца. Сейчас она проходит подготовку. Айшат всего 26 лет, но она мужественна и решительна. Занятия спортом воспитали в ней не только волевой характер, наделили хорошей физической формой, но и научили владеть своими эмоциями, телом и ничего не бояться. Отец Айшат Джадоевой военный, и это один из факторов, который повлиял на ее решение, но не единственный. Примером для своих детей, у меня мальчики, чтобы когда они вырастут, они знали, что неважно, мужчина ты или женщина, но мужество должно быть внутри тебя. А сколько и мальчик? Старшему пять, младшему три с половиной. Отец у меня отслужил 15 лет, он военный, он не хотел свою дочь отпускать. И мама была не против, она знала, что если я решилась, значит все, я до конца пойду. Меньше двух недель остается до выборов депутатов регионального парламента. В настоящее время представители избирательных участков приглашают жителей принять участие в важном событии. За их работы наблюдал корреспондент Артур Мкце. Представители седьмого избирательного участка региональной столицы заполняют пригласительные листки, чтобы каждый из более чем двух тысяч живущих в округе человек не пропустил важное для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии событие. Заполнив все необходимое, члены комиссии лично обходят многоэтажки, приглашают людей принять участие в голосовании по определению нового состава парламента нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы члены избирательного участка номер семь. Пришли вас пригласить на выборы народного собрания. Спасибо. Выборы будут проходить 6-го, 7-го, 8-го. Ваш избирательный участок, вы знаете где? Да, седьмой, детский садик. Детский садик 31. Все, ждем вас. На бюллетене также у вас написаны номера. По всем возникшим вопросам можете позвонить, вам все ответят. Хорошо. Благодаря таким визитам потенциальные избиратели узнают, когда и куда им можно прийти в дни голосования, какие документы необходимо иметь при себе, как им быть в случае неожиданного отъезда в другой регион или населенный пункт и многое другое. По указанным на пригласительных телефонам людям будет предоставлена полная информация по любому вопросу, касающемуся предстоящих выборов депутатов народного собрания Карачаево-Черкесии. Раньше, например, были случаи, когда не всегда люди, избиратели были в курсе, куда они должны прийти. Да, было, было. А сейчас удобнее вот так, когда приходят и приглашают. Спасибо девочке, что пришли, пригласили. В основном нас встречают с душой, добродушно относятся люди, все-таки большая часть, особенно пенсионеры, они очень любят, они очень ждут, пока мы к ним придем, потому что из года в год мы уже свои участки знаем, своих пенсионеров знаем, мы каждый год к ним ходим. Они вот даже, когда подходит срок уже к выборам, ну все равно где-то что-то, они уже нас ждут и говорят, ой, вы уже пришли к нам, и как хорошо. Выборы депутатов в парламент республики, а также в законодательные собрания ряда муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днем 27-32 градусов тепла, местами до плюс 23. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 17-19, днем 30-32 градусов тепла. Сразу нескольким событиям, Дню государственного флага и Дню офицеров, было посвящено торжественное мероприятие, которое провело региональное отделение Союза женщин России в Карачево-Черкесии. Отметили орденами, медалями и грамотами женщин, которые вносят большой вклад в общую победу России в специальной военной операции. На награждении побывала наш корреспондент Белла Джазаева. Последние два года женсоветы нашей республики, как и все женское движение России, немного отошли от своих главных задач. Как то роль женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей, воспитании нового поколения, защита интересов, статуса женщин, их семей и детей. Все свои ресурсы женсоветы направили на оказание помощи участникам спецоперации. Кто, как не женщины, будут болеть и поддерживать наших солдат. Именно таких активистов отметили на мероприятии, прошедшем в Центральном штабе регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии. В этот раз награждали членов женсовета Уживутинского района. Нескольким отличившимся женщинам вручили золотые медали, почетные грамоты, а также памятные медали дочерям отчизны. И главное, это были медали имени Валентины Гризодубовой, первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза. Именно с Валентины Гризодубовой началась история женского совета в нашей стране. Сегодня у нас очень серьезные награды, три медали, о которых я хотела вкратце рассказать. Если вы позволите, очень важная медаль Союза женщин России, это памятная медаль Валентины Степановны Гризодубовой, первой женщины, героя Советского Союза и первого председателя антифашистского комитета советских женщин, правоприемником которых сегодня является Союз женщин России. Это, можно сказать, первый председатель Союза женщин России. Эта медаль вручается за большой личный вклад в дело укрепления мира и согласия между народами, в семье, в обществе, за вклад в развитие наставничества и патриотического воспитания молодежи. Вручая награды, представитель регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова отметила, что все эти женщины вносят неоценимый вклад в победу России, принимая активное участие в самых различных акциях и оказывая поддержку в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих. С ответным словом к собравшимся обратились и прекрасные представительницы Ужигутинского района. Великое вам спасибо за то, что вы оценили работу Женсовета Ужигутинского муниципального района. В свою очередь я горжусь тому, что сегодня в этом зале получили такие награды высокого уровня. Люди, которые ежедневным своим трудом вносят вклад в свои прямые обязанности быть женой, матерью, супругой, чьей-то дочерью. Далее отличившихся женщин, а также мужчин-медиков, офицеров и волонтеров поздравил председателя Союза офицеров Карачаево-Чкеси Исамом Чуев. С Союзом офицеров России наши земляки были награждены медалями за ратную доблесть, за заслуги в здравоохранении и офицерскую честь. Я прежде всего хочу вас всех поздравить с Днем Флага России, с Днем Офицера России, потому что это два очень важных праздника для нашей жизни. И, соответственно, пользуясь случаем, хотелось бы сегодня подвести итоги за 7 месяцев, прошедшие в 2024 году. И, конечно, тем ребятам, которые помогали в специальной операции, отвозили гуманитарную помощь, где-то какое-то содействие оказывали, будут сегодня вручаться медали грамоты и благодарности. В завершении мероприятия руководитель регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова и председатель Союза офицеров Карачаева-Черкесии Иссам Мамчуев подписали соглашение о сотрудничестве. Была Джозаева Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии призвал жителей республики проголосовать за курорт Архиз, который участвует в национальной премии «Горы России» и претендует на звание лучшего в стране горнолыжного курорта. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры, активного отдыха в горах и, кроме того, является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, курорт Архиз в этом году отмечает свое десятилетие и уже становился лучшим. Он считается одним из самых популярных направлений горного отдыха в России. Это точка притяжения для миллионов туристов из самых разных уголков России. И с каждым годом число гостей республики только растет. Народное онлайн-голосование определит лучших, и каждый может поддержать курорт и отдать свой голос на платформе национальной премии «Горы России» до 15 октября, призвал Рашид Темрезов. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите блог политической рекламы и далее продолжение фильма «Дождь на исходе лета». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин